все мы знаем такое предложение скажи мне а я скажу кто ты данным вопросом я сам задался и спросил других градостроителей каким городом они восхищаются нейв киевом и никоградом не алекс санкт-петербургом и москвой но к чему этот вопрос можете посмотреть на манинск на какой город он похож как я вначале сказал каждый градостроитель чем-то вдохновляется каким-то городом из реальности или из игры но в конечном итоге мы все-таки переносим эти идеи майнкрафт на примере мы можем посмотреть магазин фора или торговые ряды в переходах данные вещи есть во многих местах мира а теперь у меня в городе к примеру конечное метро в манинске говоря о переходах можно заметить вход в метро да это вторая линия метро с длиной около 2000 блоков но это пока только половина предполагаемой линии станции вновь взяты или вдохновлены из реальности давайте быстренько пройдусь по станциям харьковское шоссе международное особенность станции это 10 городов и их основатели тут естественно есть и мой чефаевска хоть в реальности у этой станции есть свой отдельный вестибюль у меня на такое нет места и как я задумывал сделал вход в переходе центральный вокзал переход на одноименной станции первой и третьей линии метро если вы заметили у меня многое улучшилось поэтому не забывайте что я жду ваших предложений в сторону моего города в комментариях или в моем дискорде так мы делаем его намного красивее район называемый иллинским увеличился так раза в четыре если посмотреть то тут присутствуют новые панельные здания и новый для меня тип планировки дворов если посмотреть на прошлое то там во дворах очень мало места как тут его переизбыток впервые я начал использовать мусорки у домов бы люди могли выносить мусор у своего дома я их в скором времени расставлю по всему городу а пока они находятся только в этом районе также у домов находятся советские детские площадки огромные гаражные кооперативы это первый городе сто думаю потом таких станет значительно больше так как у меня еще большая часть города довольно пустая говоря атмосфере я ее решил улучшить при помощи декорирования а именно кастомных деревьев и автомобилей которые я скопировал оставлял рандомно по дворам продолжением района можно считать и этот частый сектор данное место очень затратное по времени тут не просто откопировать здание добавить дворы а еще и добавить декора и плюс к этому то что сам район находится на возвышении где в целом очень трудно что-то адекватно вставить поэтому тут находится данный тип района вы могли задаться вопросом почему серия так долго не выходит ведь между 6 и 7 серии всего две недели а тут полтора месяца причин много но расскажу основные три первое это вышло к с 2 так она граф появился интересный или как им пользоваться хэллоу гайс хэллоу гайс второе вышел ивент школа и третье это увеличенное количество декора в городе в хайковском районе не особо много новых зданий тут всего добавлен один микрорайон из четырех этажек у которой присутствуют дворы гаражи трансформаторы целом по моему мнению тут очень уютно теперь перейдем к отдельным зданиям управление митрополитена и полиции здание состоит из трех корпусов те два это митрополитен а третий полиция здесь происходит основное управление всем митрополитеном на каждом этаже присутствует кухня и офисы а на последнем этаже еще и диспетчерская поговорим о боге так как мы находимся в густонаселенном районе города тут естественно должна быть церковь тут присутствует памятник креста искупителя естественно маленький город майнкрафт но я строю его больше под реальный концепт города и поэтому я построил пожарную часть где есть диспетчерская комната отдыха которая отдельно вентилируемая столовая тренажерный зал класс и гараж с пожарными авто теннисный корт находится напротив церкви тут присутствует целых три поля где можно поиграть в теннис торговый центр и базар находится трамвайного кольца между харьковским и иллинским районами и пассажир от потока порадует их местоположение ведь тут большое скопление людей которые хотят добраться на работу или в школу торговом центре присутствуют такие магазины как книга ед аптека новая почта еле-еле 2 кафе и два ноунейм магазина которые вы можете мне предложить в комментариях через дорогу можно увидеть аллею в которой люди могут отдохнуть после работы или учебы отдельно выделю то что я начал ставить у станции метро магазины по типу неолексбургского проспекта или новой станции харьковское шоссе езжая от манинска в сторону неолексбурга по шоссе n1 стоит пункт под взимание оплаты здесь оплата через интернет и физическая оплата также пункт отдыха с туалетами на окружной манинска перестроена две развязки и построена еще одну первая развязка это съезд на окружную и выезд в сторону неолексбурга вторая клеверная где мне пришлось передвинуть чуть далее выезд из тоннеля железной дороги а третья непонятно что но зато пропускают больше автомобилей без сильного снижения скорости тех самых авто которые не собираются въезжать в город небоскреб в теловом районе который с высоты выглядит как шестиугольник 35 этажей детализация каждого этажа это новый небоскреб sky city данное сие чудо второе здание после офиса мжд которая выше сотни метров а именно 185 метров в высоту на первом этаже находится ресепшн уборная техническое помещение и магазин трилистник не забываем по парковку под зданием и у нас получается не только идеальный офисник но и красивый небоскреб за это время которое я потратил на постройку этой части города я улучшил свой строительный скилл я восхищаюсь такими городами как москва харьков и киев от какими городами восхищаетесь вы напишите в комментариях я буду рад почитать а пока а а а а а